При всем высшем. И да, как вы уже поняли, мы продолжаем исследовать мир песков Зальзары. В прошлый раз мы начали игру за Блэйддэнсера, и вроде как даже продвинулись в компании. Но если честно, я разочаровался немножко в этом классе, поэтому да, мы продолжим игру за Хасашина, который показался мне куда интереснее как персонаж. Ну и я немножко им прокачался на бандитах и собрал небольшой отряд, так что погнали. Что ж, и как видите, это наша новая компания за Хасашина. Я немножко разжился тут всякими разными вещами, и конечно же прокачал своего героя до 10 уровня, убивая бандитов и прочую мерзость. Также у нас есть ребята из фракции Дакон. Это довольно любопытная фракция, которая больше специализируется на ядах и атаках сзади. И да, мне конечно было бы их интересно прокачать. Также у них есть арбалетчик, который стреляет, скажем так, ну в некотором радиусе перед собой. Вот, так что да, я их пытаюсь прокачивать, но пока что все идет немножко хуже обычного. Тут отряд практически у меня помер. Ну а что же касается самого Хасашина, то он больше специализируется на атаках по одной цели. Ну и конечно же тоже атаках из-под тяжка, поэтому они в какой-то степени дополняют друг друга. Что ж, давай тогда отправимся на турнир, который как раз таки у нас проходит довольно таки рядом. Может быть даже нам повезет и мы выиграем, кто знает. Так, что ж. А вот и Руби, это как раз таки глава фракции Дакон. И да, на нее уже есть довольно много модов с обнаженкой, но я их, к счастью или к сожалению, не поставил. Хм, здесь особо нечего говорить. Давайте начнем. Как вы уже знаете правила, сначала тест, а потом уже бои. Ну уж нет! Бумага, это мусор! Я не знаю, как писать и читать. В общем, что же ожидаешь от меня? Хм, этот воин не врет. Ха. Ну и в общем нам пишут, что он сейчас у нас с пеной у рта упал и у него там вылез из-под одежды Скорпион. Что ж. Ох, какое горе. Он, возможно, был болен. Земли Дакон, это мои земли. Я здесь закон! Хм, я не думал о вас испугать. В общем, проследуйте к моим субординатам и они вам скажут, что делать. Так, ну что ж, давай тогда приступим к тесту. А вот, собственно говоря, и начало теста. Я готов. Так, первый вопрос. Всего держатся вместе курицы и кролики. И всего их шестнадцать. И сорок четыре ноги. Как много куриц и зайцев должно быть одновременно там. Ну и варианты, конечно же. Десять куриц, восемь, шесть. Шесть кроликов, восемь кроликов и десять. Ну и сложными математическими решениями мы приходим к выводу, что десять куриц на шесть кроликов. Потому что у куриц у нас две лапы, у кроликов уже четыре. Так, следующий вопрос. Это уже куда сложнее. Всего три цвета. А, подожди. Четыре цвета. То есть, разная ткань с четырьмя цветами. Каждый подходит и берет по две ткани разного цвета. И нас спрашивают, сколько должно быть человек, чтобы у них получилось как минимум три человека с одинаковыми тканями. Ну, то есть, каждый берет по разной ткани. И сколько у нас должно получиться человек, чтобы, в общем, как минимум три человека взяли одинакового цвета вариации тканей. Вот. Ну, тут я уже особо не думал и выбрал десять человек. Так, и третий вопрос. Статуи. На статуи было выделено сорок человек. И планируется ее постройка за пятнадцать дней. Сколько должно быть дополнительно выделено людей, чтобы окончить эту постройку на три дня раньше? Ну, и я, если честно, тоже тут рандомно выбрал восемь человек. Но если вы знаете правильные ответы, то пишите в комментариях. Мне будет интересно узнать. Так, и вот нам говорят, что сейчас у нас будет три противника, против которых мы будем сражаться. Что ж, давай попробуем. Может быть, даже нам повезет, и мы сможем их одолеть. Так, он говорит, что подойди ко мне, когда будешь готов. В принципе, я уже готов, так что давай. Так, ох ты ж, скотина, сразу начал свою атаку. Опа, оп, оп, ах ты ж, промахнулся. Так, ладно, что мы делаем-то? Ах ты, ох ты, смотри. Получилось. Тут осталась одна атака, и он уже, по сути, погибнет. Давай попробуем. Эх, не попал, не попал, не попал. Вот, я его добил. Так, ты у нас тоже почти умер, но все-таки не хватило. Так, отлично. Давай добьем его. Есть. И теперь вот этого. Так, ты что ты делаешь? То ладно. У нас тут невидимость по большей части, но он тоже иногда делает всякие неприятные вещи. Так, все, у него снялся щит, и мы его добили атакой уже. Что ж, победа. 20 монеток, и вуаля. Ты победил. Что ж, пройди и забери свою награду. Отлично. Оу, это ты? Я не думал, что ты настолько умел. Какое твое имя? Валик. Ох, это имя к тебе подходит. Что ж, теперь забирай свою награду. Но тут появляется Бахат из фракции Акхал. И, в общем-то, Рубия удивлена, что он появился. Но он заявляет, что это реликвия Джамал-Сити. Из Древней Империи. И хочет забрать ее себе. А Рубия ему отвечает, что... Какого черта вообще ты сюда сунулся? И вообще я тут как бы правитель. И ты не вправе мне тут указывать, что там ты хочешь кому отдавать, а кому нет. И это мне вообще-то решать. И в целом, как по мне, она права. Что ж, давай тогда пропустим диалог и сразу перейдем к битве, где они начинают воевать против друг друга. И мы сейчас попробуем ее поддержать в битве. Ладно, давай тогда скажем всем атаковать. Как видишь, я уже научился вести войска, но не сказать, что это особо мне помогает. Эх ты ж. Так, ладно. Так, а где этот урод, соответственно? Я что-то не могу его найти. Так, ладно, ладно. Ох ты ж, божечки. Так, куча отравлений. Так, 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 вот этого бы давить? Отлично. Так, этого забрали? Нет, не получилось его добить. Так бы сразу использовали еще раз свое заклинание. Так, а где этот уродец? Вражеский герой. Так, отлично. Ах, не попал, не попал. Хоть и копье длинное, но, к сожалению, он вышел за радиус. Так, ну вот. Этого мы убили? Нет, не убили. Эх ты ж, блин. Надо их добить. Этого добили. Так, погоди, погоди. Дай-ка мне еще раз телепортироваться кому-нибудь. Так, отлично. Эх ты. Так, и у нас остался последний противник. По сути, мы тут уже победили. Но, как видите, та фракция, она тоже не промах. У нее довольно сильные юниты такие. Хм, я не буду жертвовать своими подчиненными в этой глуши. В общем, да, он проваливает к черту, а мы тем временем получаем свой приз. Так, ну, по сути, это комплект брони, который мы не можем одеть. Но в дальнейшем мы можем кому-то его подарить. Сейчас мы как раз-таки посмотрим, может быть, кто-то забежал сюда. Нет. Ни одного пока что героя здесь не вижу. Хотя, постой. Вот он. Гала. Так, что ты хочешь от меня? А я хочу тебе что-нибудь подарить, чтобы ты как раз-таки присоединилась к моему отряду. Так, вот. Ей нравятся как раз-таки товары, сделанные своими руками. И мы можем предложить вот такую вот замечательную фигурку. Ты ж куда побежала? Нет-нет-нет, дорогая. Давай ко мне. Так, и вот. Теперь у нас в отряде есть вот эта вот Гала Захара. Что ты умеешь? У нее навыки Берсерка, Декстери, ну и некоторые другие умения. В общем-то, да, она в какой-то степени даже получше моего героя будет. У которого все завязано тоже, конечно, на... Агилите. То есть на воротах и нанесении критов. Вот. Она... Больше на радиус идет, получается. Ну, посмотрим, как она себя проявит в бою уже непосредственно. Так. А мы тогда давай пойдем в какую-нибудь деревушку. И там себе наймем еще людей. Потому что сейчас у нас какой-то маленький такой отряд. И нам, конечно, не хватает людей. Так. Тогда нам нужно спуститься здесь. И я надеюсь, что на нас никто не нападет. А то тут бандитов довольно много ходит. И всяких разных других тварей. Так. Ну, ты посмотри. Вот. Один есть. Но довольно слабый отряд фермеров. Так что, я думаю, мы сможем их одолеть. Заодно посмотрим, как этот герой сражается. Так. Ну, слушай. Я не скажу, что она... Да, она попыталась сделать свои навыки. Но... Как-то она делает это очень неохотно. Уже в конце боя решила продемонстрировать нам. Так. Оп. Все. Мы уже добили, кажется. Так. И мы получили тем временем 9 древесина. Кстати, мы можем потратить свои очки талантов. Смотри, у нас тут есть возможность прокачать в политику. Уйти. Либо мы можем... Так. Смотри-ка, что у него тут. Фракции, 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 фракции. Да. Это все связанное с фракциями. Так. Ну, слушай. Это, конечно, тоже неплохие такие бонусы. Так. Давай тогда, может быть, нам прокачать харизму. Чтобы мы смогли набрать себе отряд из героев. Потому что, блин. Ну, прокачивать нам будет довольно тяжело. Вот эту Дакон Империю. Хотя, погоди-ка. Что у нас тут есть? Так. Это нам предлагают УТР. То есть, грубо говоря, золотые посылают нам каждую неделю. Так. Это железо. Ну, слушай. А, ну вот. Джейд посылает. То есть, в принципе, если мы возьмем, дойдем до вот этой награды, то мы сможем... А, рано или поздно прокачать пару человечек себе. Ну, давай, наверное, все-таки на... Блин, я даже не знаю, стоит ли прокачивать. Потому что так-то подарки мы все равно им дарим. И пока что я в этом проблемы никакой не вижу. С фракциями отношения, то, что у нас портится. Ну, блин. Я даже не знаю, стоит ли прокачивать нам. Ну, давай, наверное, все-таки прокачаем вот так вот. Чтобы у нас были дополнительные бонусы от завершения квестов. Ну, и прочих. Так. Либо мы можем, смотри, прокачать себе то, что у нас ежедневно. То есть, еженедельно. Будет даваться опыт какое-то количество. И потом мы можем взять себе формацию на бонус к атаке. Всем отрядам. Что тоже звучит вполне себе неплохо. Но вообще, самые такие интересные ресурсы, это вот эти вот джейды. Они находятся очень редко. И, учитывая, что нам нужно собирать отряд. А, то да. Я даже и не знаю, как поступать. Ну, давай тогда попробуем себе. Сейчас, где у нас тут? Погоди-ка. В талантах. Смотри, мы можем прокачать себе вот досуда. И открыть дополнительного персонажа в отряд. И, в принципе, я думаю, да, это неплохой вариант. Смотри, у нас сейчас доступно три человека. Мы только можем сделать. Вот. А этот открыть, если то, у нас будет четыре уже человека в отряде. Что вполне себе неплохо. Давай попробуем. Это получается раз, два. А что у нас тут? Это опыт для отряда, соответственно. И также разделение опыта. Смотри. То есть, будет даваться больше героям, я так понимаю. Так, ну ладно. То есть, мы разделили тут таланты свои. Потратили, точнее, их. Давай сейчас соберем вот эти вот все ресурсы. И посмотрим, что тут можем мы найти себе. Так. У-у-у. Фермера. Слушай. Да, давай получим фермеров. Почему бы нет? Правда, какой-то непонятный отряд фермеров. А, это обычные фермеры. То есть, они не принадлежат ни одной из фракций. Смотри-ка. То есть, довольно большая ветка прокачки. То есть, они могут быть вот арбалетчиками какими-то. Ну, слушай. Вообще, мне это не очень интересно. Давай, наверное, мы как-то все это скорее потратим на опыт. Ну, конечно, какие-то копейки у нас с этого будут. А, либо мы можем подождать. Проводить их. Ой. Я все-таки потратил. Ладно. Ну, что ж. Так тоже неплохо было. Так. Вот у нас седьмой уровень. Рекомендуется. Давай возьмем как раз-таки вот этого героя. И посмотрим. А, что она вообще может противопоставить? Так. Ух ты. Большой патрот такой. Так. Погоди-ка. Блин. Скип. В текстуру улетела. Я думал, куна и в них кинуть. Так. Давай-ка давай. Блин. Ее, кажется, сейчас убьют. Хотя нет. Нет. Смотри. Она очень даже справляется. Хотя. Ее только что убили. Да. Не получилось. Ну, ладно. Она пыталась. Самое главное. Давай телепортируемся. Ух ты ж, божечки, ты мой. Почти убили. Так. Отлично. Отойдем, отойдем. Еще раз снаряд. Так. И... Боже. Так. И еще раз. И еще раз. Нет. Тут уже мне не хватило. Ладно. Тогда восстановимся. И сейчас опять попытаемся тут убить часть из этих стражников. Так. Этого убили. Этого тоже убили. Ну вот. В принципе, так Хасашин по сути-то и работает. Мы максимально как-то ослабляем противника. Вешаем на него вот эти вот проклятия. И потом уже убиваем всех, кто с вот этой вот меткой. И в принципе, знаете, это вполне себе эффективно. Так. Погоди-ка. Возможно, не столь эффективно, как некоторые другие классы. Но зато один на один он справляется очень даже уверенно. Так. А нам тем временем дали какого-то райдера. Акхал. Ага. То есть вот эта вот фракция, против которой мы сражались. Да. Смотри. То есть у них есть какая-то кавалерия. Ага. У них есть вот такие вот мечники. Которые бьют по сути в радиусе всех. Кто вокруг них. И есть, конечно же, кавалерия, которая несется вперед. И давит всех противников по прямой. И, соответственно, лучник. Так. Увеличивает критрейт на 100%. Вау. Ну, слушай. И противники, причем, они отбрасываются и станятся. Но, учитывая, что это на одну цель всего, то, ну, такое. Ладно. Давай тогда попробуем как-то его... Куда бы тебя потратить? Ну, вот сюда. Конвертировать в опыт. Давай попробуем. Хотя надо было его герою отдать, чтобы у нас герой прокачался. Ну, ладно. Итак, в принципе, неплохо. Я надеюсь, там репутация у героя не падает, когда он умирает в бою. Хотя, если честно, я не совсем понимаю, как вся эта система работает. Так, а тут у нас... Ага, еще не восстановилось это место. Я уже тут был просто. Так, смотри-ка. У нас тут деревня сверху. Как раз-таки можно туда сходить и... Это еще что? А, бандит. Слушай, ну, давай по-быстрому опыт получим. Почему бы и нет? Хоть там и слабый такой отряд, но... Что ж тут? Так, отлично. Опа. Все. Ну, герой очень даже неплох. То есть она рубит их просто, ну, в путь. Так, и нам тем временем дали кирасу, которую мы также можем отдать какому-то герою при желании. Либо продать уже торговцам. Так что, да, вариантов у нас тут много. Погоди-ка. Так, и смотри, у нас тут довольно... Да, рядом деревня. Рядом деревня. Давай-ка туда сходим уже и все сделаем. Так, вот, вилледж элдер. Да, кто-нибудь хочет со мной пойти? Да, ты можешь нанять отряд. Отлично. Давай. Так, и вуаля. Тут есть вот такой еще герой, но он тоже, кажется, мечник. Нет, давай поищем какого-то другого. Может быть, соберем себе отряд чисто из женских персонажей, кто знает. Так, а что у нас тут есть? Так, эликсир. Ух ты, смотри, пещера. Отлично. Третьего уровня рекомендован. Так, давай, да, посмотрим, что там за чудовища у нас обитает. Волки? Волки. Так. Ух ты. Это что вообще было? О боже! О боже! Что происходит? Слушай, она, кажется, зарубила просто всех, кто тут был. Серьезно. Ты это видел? Хорошо, что она с нами, а не против. Не, ну такими темпами действительно можно собрать отряд из таких вот героев и чувствовать себя вполне себе уверенно в бою. Погоди, погоди, погоди. Я не хочу против вас воевать, ребята. Так. Ну, вообще, вообще, мы могли бы вот сюда сходить, набрать там людей и уже, соответственно, идти в какую-то другую сторону. Давай посмотрим, что у нас тут будет. Так. Ага. Вы встретили враждебный отряд. Отлично. Так, погоди-ка, а мне кажется, или нас сейчас немножечко так покарают? За самоуверенность. Так, да нет, вроде бы все неплохо, но все же их довольно много. Так, ладно, тогда сейчас попробуем быстро с ними как-то расправиться. Ну, что вы делаете, твари? Так. Тут, тут, подожди. Эх ты. Так, ну, вроде бы как, пока что наших сил хватает. Они еще никого из наших не убили, поэтому давай попробуем вот этим помочь. Так, отлично. Не пытаются, видишь, наших лучников убить, хотя у нас весь отряд состоит из одних лучников. Так, ты ж промахнулся. Так, отлично. Так, ну, конечно. Я и говорил. Ты получай. Все, там уже совсем немножко осталось их. Ага, ну вот. Давай, давай, давай ее руби. Отлично. И последний. А, не смотри, кто-то остался. Все. Так, ну, неплохая такая победа. Так, и тем временем мы получили, ну, весьма такие себе предметы. Я думал, дадут что-то поинтересней. Так. Чего вы вдвоем меня преследуете? Скажите, пожалуйста. Нам нужно налево, чтобы пройти в деревню. Так, вот у нас тут деревушка. Воздушный аркан-тренер. Я профессор основам воздушной магии. Заплати мне 50 древесины, и я научу тебя основам. А, слушай, ну, как бы, все хорошо, но я не совсем уверен, что мне нужна именно воздушная магия. Я бы, может быть, какую-то магию яда изучил, если, конечно, такая есть. Так, а вот еще какая-то Амира. Давай посмотрим, что она вообще хочет. Грустная или романтические поэмы она ищет? Да, у нас нет возможности ей что-то предложить, поэтому давай, пожалуй... Так, торговец. Торговец тоже не хочет со мной торговать. Да, он требует комиссию. То есть мы можем купить разовую возможность с ним поторговать. А можем заплатить ему тысячу на, в общем-то, постоянную возможность торговли. Но, если честно, ни того, ни другого мне делать особо как-то неохота. Так, ладно, давай тогда побежим наверх. И там уже попытаем свою удачу. Тут как раз какие-то ресурсы есть. Вот тут камни. Тут у нас какие-то кристаллы. Ммм, какой-то престиж шартс. Без понятия, что это такое, но, видимо, что-то важное. Так, сюда тоже не пройти. Ладно. Ну, мы, конечно, могли бы себе взять лошадку. Тем самым увеличив скорость своего передвижения. Но, так, ты посмотри. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, отлично, помочь фермерам. Так, я надеюсь, что они вместе не соединятся. Потому что, если они соединятся, то это будет жопа. Это будет полная жопа для нас. Но, вроде бы, нет. не соединились. О божечки. Так, телепорт, телепорт, телепорт. Тут я кого-то не добил. Отлично. Так, ну что ж, пока что у нас все очень даже неплохо. Мы справляемся с этими бандитами. Так, и к нам присоединяются союзники. О боже. Смотри, сколько их. Так, отлично. И вот у них как раз таки ядовитые снаряды, которые, видимо, подчиняют как раз таки врагов. Блин, я хочу прокачать вот в этих вот ребят. Так, и, конечно же, мечники. Так, ладно. Дай мне добить хоть кого-то. Оставьте кого-нибудь мне, ребята. Так, и вуаля. Остался еще один. Гала Захара. Я что-то забыл, кто это. А, это мой герой. Точно. Спасибо тебе. Так. Тихо. Ты что-то за мной-то побежал? Смотри, тут рядом отряд есть. На который ты можешь напасть. Нападет, интересно? Нет, нет, нет. Не нападет. Ну, ладно. Мы в любом случае, мы в любом случае помогли и, может быть, даже прокачали немножко репутацию у фракции. Кто знает. Ну, все-таки мы спасли этих фермеров бедных. Кто знает. Так, а тут тем временем на нас, точнее, мы напали на бандитов. Так, ладно. Оп. Да. Эх ты. Отлично. Скорее всего. Нет, вряд ли там было два отряда. Там же вон второй остался стоять рядом. Так что, скорее всего. Эх. Господи, ты посмотри на что она вытворяет. Вокруг нее постоянно какое-то свечение. Какие-то постоянные телепорты с ударами. Вау. Я просто чувствую себя ущербно на ее фоне, на самом деле. По сравнению с тем, что она вытворяет в бою. И то, что делаю я там. Телепортируюсь к одной цели. Как-то бью слабенько так. Ну, ладно. Погоди, погоди. Э-э-э-э-э-э-э-э-э-ш. Так, стой, 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 стой. А что мы сделаем? Они же реально сильные, понимаешь? Погоди, погоди. А, и ладно. В общем, я не уверен, что я смогу как-то им помочь. Потому что вот эти вот ребята, они как раз-таки куда опасней. И даже с помощью крестьян я не уверен, что у меня получится их одолеть. Так, а у нас тем временем есть возможность пополнить свой отряд. Чем, наверное, я и воспользуюсь. Так, вот, Village Elder. Кто-нибудь хочет последовать за мной? Так, да, конечно. Давай, наймем. Так, ты желаешь нанять? Да, желаю. В общем-то, нам постоянно требуется древесина, железо на прокачку отрядов. И у нас, скорее всего, будет довольно много людей, поэтому... Ох ты же, божечки, ты мой. Нет, я думаю, не дойдут оттуда. Ладно, давай тогда попробуем одолеть вот тут какого-то героя. И нам, возможно, дадут оружие или какие-то доспехи. Ну, давай посмотрим. Так. Все. Чаще всего это довольно прокаченный такой войн. Ох ты ж, скотина-то какая. Тихо. Тихо. Так. Отлично. Это было немножко неожиданно, но... Ох ты ж, блин. Реально сильно бьет. Это какой-то берсерк или что-то в этом духе. Я особо не понимаю. Так, ладно, подлечились. Он со станом был. Ёлки-палки. Можно было его продолжить бить. Я как-то не сообразил на эту тему. Ладно. Так, немножко его еще раз укусили. Так, погоди-ка. Оп. Опа. Отлично. Ну, давай сейчас вот так вот сделаем. Папа-папа-папа-папа. Так. О, ты ж, божечки. Так. Ну, еще один удар. Пожалуйста, дай мне сделать его. Есть. Сейчас автоатака, его просто добьем. Смотри. Ну, ну, ну. Немножко осталось. Да, давай ты. Есть. Так, ну что. Мы, в принципе, победили. И, может быть, нам даже дадут какую-то... Да, броню. Ёлы-палы. Сейчас герой оденем. Так, вот у нас герой. И смотри. Ты еще здоровья. Да ты издеваешься. То есть она у нас... Подожди, она поменяла внешний вид? Только что. Или мне показалось? Вообще она... Слушай, она точно поменяла внешний вид. Ну, я уверен просто в этом. Так, ну ладно. То есть у нас есть копье, которое она не может одеть. Молот она тоже не хочет. Ну, видимо, ей подходят только мечи. Что ж. Ладно. Будем... Будем знать. Будем знать. Так, и, конечно же... В принципе, мы все, что могли, тут сделали. Давай сейчас восполним вот тут запасы ресурсов. И что же у нас тут имеется? Она вообще прокачалась на один уровень. То есть мы можем ее прокачать. Смотри. Что тут у нас? Агилити на 5 очков. Потом еще раз агилити. Еще раз. Еще раз. И вот. Телепортируешься в это место. И рубишь всех направо и налево. Так, либо... Либо еще какая-то интересная атака. Так, смотри-ка. Слушай, ну вот... Вот это вот вроде бы звучит довольно интересно. То есть мы... Она как-то телепортируется вперед. И производит критическую атаку по всем противникам, которые у нее на пути. Либо, конечно, можем взять вот эту вот атаку, которая позволит ей рубить... Ну... Перед собой. Ха, я даже и не знаю. То есть можно было бы, конечно, и вот сюда сделать. Чтобы она прокачала вот этот вот потом удар, вот этот вот. Либо сразу открыть вот этот вот ударчик. Ну, слушай. То есть тут она рубит противников. И вроде бы как это имеет длительность какую-то. А тут она вампирит здоровье. Что тоже весьма и весьма неплохо. Слушай. Ладно, давай тогда вот это вот откроем. Да-да-да-да. Мне кажется, вот это вот вполне себе неплохой вариант. Пускай она там рубит всех направо и налево. И если у нее будет больше умений, я думаю, она чаще будет их как-то использовать. По крайней мере, надеюсь на это. Ну да ладно. Так. Смотри-ка. Тут мы можем прокачать своих людей вот в таких вот... Нет, не можем. Нам не хватает древесины. Блин, а где я древесину эту вашу возьму? А, торговать я не могу, потому что все требуют комиссию. Вот черт подери, что происходит. И господи боже мой, ты посмотри на это. Это же настоящая трава. Не пустыня какая-то. О боже. Я уже просто соскучился по подобным локациям. А то постоянно пустыня, пустыня. И сколько уже можно перед собой ее видеть? Так, погоди-ка. Квесты. Так, у нас тут два квеста на время. Причем смотри. Один на 19 дней и другой на 20. Так, смотри-ка. Агадзир. Ист Аутпост. То есть он говорит, что вот. Рядом с вот этим вот городом захватили каких-то знатных людей. И нам нужно их освободить. Вот. Аристократию вот это вот. Давай поищем тогда. Может быть, прямо тут где-то и отыщем этих ребят. Кто его знает. Пока что я никого не вижу. Написано, что рядом с городом, но опять же это рядом. Это понятие растяжимое. Так, ну тут я никого не вижу. Посмотри-ка. Да, и довольно классно, что герой тоже за нами следует. Смотри. Так. Опа, 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 опа. Что у нас тут? То есть... Тут несколько отрядов вроде бы. Блин, я даже и не знаю, стоит ли помогать. Ну, вообще, у них, конечно, отряд куда больше. Поэтому я, наверное, пас. Так. Тут у нас куча лошадок. Здрасте. А что я могу тут делать? Что у вас тут можно делать? Тут, конечно, красиво, но... Может быть, тут какое-то событие? Господи, боже мой. Нет, 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 нет. Нет, я один на один с ними не хочу сражаться. Это реально очень опасно, ребята. Так. Так, а тут у нас на третий уровень. Вот это вот как раз-таки по мне. Разобрать каких-то крестьян. Ну, или еще кого-нибудь слабого. Почему бы и нет. Так, давай-ка попробуем. Оп, 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 оп. Отлично. Слушай, да, она буквально за секунду их просто разламывает всех. Ну, может быть, нам повезет, и мы... Погоди-ка. Кстати, мы получили довольно много древесины. Ну, как много? Немного, но... Но нормально. Так. Постой, там сверху... Кто-то, кажется, идет. Может быть, как раз-таки это бандиты, которых мне надо одолеть. Так, ведьма. Какой-то ребенок. Хм. Странствующий торгуец. Да, давай посмотрим, что у тебя там есть. Так, ну вообще, я бы продал тут часть своих товаров, потому что, блин, да у нас как-то много накопилось, и мы тут многое, скажем так, не используем. Так, ну, я думаю, пока что этого хватит. А, давай сейчас тогда поищем... На свое счастье, каких-то бандитов, которых нам нужно по заданию одолеть. И я надеюсь, что они где-то тут у нас будут, потому что... Ходить тут везде, вокруг, ну, я не то чтобы готов. Учитывая, что противники здесь куда серьезнее, чем были у нас на прошлой локации. Хотя, скорее, это не то чтобы локация, это... Ну, да, скорее всего, с локацией связано. Так. Вот, мы можем отправиться в путешествие и взять с собой героя. А раньше бы мы отправились сюда в одиночку. Так, ну что, ты справишься? Давай, я в тебя верю. Оп. Отлично! Давай. О, господи, у нее уже половины здоровья нету. Так, судя по всему, ей как-то не очень хорошо. Так, ладно, ладно. Подожди, подожди, бежи, бежи, бежи. Эх ты, ее все-таки одолели. Ну, тем временем мы практически всех убили. Остались одни лучники. А против лучников я довольно хорошо воюю. Так что... Ну как, хорошо. Не то чтобы хорошо, но мы можем телепортироваться к ним, подходить в невидимости и уже после как-то убивать. Так, отлично. Да что ж ты будешь делать? Смотри, он постоянно отбегает. Так, ну что же... Да и тебя автоатака хотя бы забьют. Так, ладно. Ну, раз такое дело, давай этого. Вот. Эх ты, провахнулся своим сюрикеном. Постоянно промахиваюсь. Ничего с собой не могу поделать. Эх ты. Так, в этого попали. Отлично. Эх, да. Получилось. Так, подожди, а если мы убиваем сюрикеном, у нас тоже первое мини откатывается? Если да, то это чертовски круто. Серьезно. Так, ладно. Так куда ты побежал-то? Да вот посмотри, какие маленькие наглые крысы стреляют из-под тяжка. Хотя, с другой стороны, чем я лучше? Я точно так же, по сути, поступаю. Так, оп. Да что ж ты? Ох ты ж... Ты смотри еще, что он делает. Так, ну ох... Да елки-палки, дай я тебя добегу и добью. Так. Есть. Погоди. Да что... Блин, не успели, не успели его добить. Так, все. Все, получилось. Что ж. Блин, качан капусты. Серьезно, качан капусты, мать твою. Мы одолели стражу и... Ах, хотя бы нам дали какой-то непонятный отряд. Так, смотри-ка. Отряд наемников. Тут вообще какая-то валькирия есть у них. Вау. Вау. Ну ее прокачку, конечно, нужно... Просто куча всего. Ну, с другой стороны, это, мать его, валькирия. Это, мать его, валькирия. Ну ладно. Давай тогда немножко их переделаем в опыт. Кого мы можем прокачать? Эники, бэники, ели вареники. Тебя прокачать. Или тебя. Давай все-таки вот этот отряд прокачаем. Так, и он сразу стал третьего уровня. Что, в принципе, неплохо. Так, и вот, смотри. Мы можем прокачать вот этот вот отряд свой. Так. Ну, хотя бы вот в таких, ребят. Конечно же. Так, и этого... Я не знаю, почему я не прокачивал раньше. Ну, как-то немножко на это дело забил, если честно. Так, и вот у нас еще есть... Отряд вот этих вот магов. Которые, конечно, переживают не лучшее время. Учитывая, что они сейчас полумертвые. Так. Подожди. А что у нас тут? Гвард, Мурам. Торговый пост. Интересно, а мы напрямую можем с ним поторговаться? Нет, нельзя. А если мы тут уже к торговцу зайдем? Он тоже комиссию потребует? Да, он требует комиссию. Ах ты, жадная скотина. Блин. Я бы, с одной стороны, поторговался с ним. Нам древесины не хватает вечно на прокачку отрядов. Но, слушай, это не то, чтобы в приоритете у меня сейчас стоит. Так, золото. Ух ты. Так, давай тогда попробуем сразиться опять с героем прокаченным. И перед этим, я думаю, стоит, конечно же, прокачаться. У нас 12 уровень, а это значит, что я могу прокачать темную сторону луны, чтобы это не значило. Ну, вообще, это довольно мощное должно быть умение. Я надеюсь, по крайней мере. Зачем я еще иначе прокачивал этого персонажа? Ну, сейчас узнаем. То есть, вот, у нас есть возможность прокачать ему ворот на 10%. Либо увеличить урон от ядовитого снаряда. Ну, фантом-шот. Это не совсем ядовитый. Это фантомный выстрел. Ну, ладно. В общем, так, а можно нам 12 уровень? Ладно, ладно, ладно. Фух. С богом. Пошли. Так, ах ты ж, вот смотри, у него какой-то молот тут светящийся. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Отлично. Так, нет-нет-нет-нет-нет-нет. Ох ты ж, божечки. Нет, вот этого мы... Ну вот, мы, конечно, нанесли ему чуть-чуть урона, но этого очень мало. Ох ты ж, блин, надо с ним держать расстояние и, конечно же, ухо востро, потому что он очень опасный. Но, слушай, если вот как-то в крысу играть, как я и играю, то, я думаю, у нас есть возможность его победить. Так, тихо. Эх, да, смотри. Невидимость, телепорты. Опять удары сподтишка. Опять телепорты. Давай, опять удары сподтишка. Эх ты ж, божечки. Это, главное, сейчас держать ухо востро, потому что он нас довольно быстро может убить. Так, вот, о чем я и говорил. Довольно большой урон. Так, 2200. Возможно, мы как раз-таки много на него настакали своего... Ох, своих меток. Поэтому урона у нас, конечно, было много. Так, ух ты ж, боже мой, какая броня. Так, давай тогда посмотрим, что это такое. И вот она, наша роба. Господи, боже мой. 1200 здоровья, 2 спирита, 12 стамина и 4 силы. Ну и, конечно же, максимальное здоровье отряда на 9% увеличивает. И максимальную защиту отряда на 10. Но, правда, требует 14 уровень. Слушай, ну... Это очень, очень, очень даже неплохо. Да, надо обязательно будет одеть на своего персонажа. И после отдать уже нашему герою вот нашу куртку. Так, а мы тем временем так и не смогли выполнить свой квест. Давай тогда поищем здесь, собственно говоря, этих бедных, несчастных аристократов, которых нам надо спасти. И причем я не знаю, почему они несчастные. Из-за того, что мы их спасаем. Или из-за того, что я их не могу найти. Или из-за всего вместе. К слову, надо обязательно посмотреть героев. И я как-то об этом периодически забываю проверять деревни на наличие персонажей. Ну, что ж. Надо взять себе это за привычку. Так, и вот у нас тут могут быть как раз-таки наши аристократы. Давай сначала соберем ресурсы. И я надеюсь, что в скором времени их обнаружу где-то здесь. Судя по всему, здесь как-то пусто. Смотри, какая-то палаточка. Так, и тут у нас торговец. Что ты можешь нам предложить? Какую-то собаку за 989? Ты, ты, мать твою, в своем уме. Ну, вообще она прокаченная, но, блин. 989. Я как-то не готов так раскошеливаться. Хотя, слушай, возможно, она, конечно, эффективна в бою. Но я себе решил уже набрать, скажем так, отряд из одной деревни. А делать какую-то сборную солянку из собак. И устраивать какой-то цирк. Ну, я не готов. Так, подожди-ка. А где у нас... А где вообще они могут быть? Написано, что рядом с вот этой вот деревней. И мы уже обыскали все места, которые только возможны. Ну, конечно, не все, но многие. Так, давай тогда вот сюда сходим. А, нет, нельзя пройти туда. Ну, опа, древесина. Отлично. Может быть, прямо в этой деревушке где-то они спрятаны. Ну, как они спрятаны? Не спрятаны, но... А, смотри, бандит-лидер пати. Ах, вот ты где была скотина. Так. Да, вот смотри. Give the money. И мы можем освободить как раз-таки аристократов. Так. Отлично. Давай тогда настоим на том, чтобы они освободили их. И попробуем с ними сразиться. Так. О, господи, а их-то много. Их реально много. Так. Отлично. Смотри, как у нас все идет. И, кстати, лидера бандитов мы уже убили. Как я говорил, у нас персонаж специализируется на атаках по одной цели. Но если все-таки урон поднять ему, то... Он вполне способен телепортироваться на поле боя и уже нести смерть. Каждому, до кого он дотянется. Так. Погоди-ка. То, что ж ты будешь делать? Так. Ну и слушай. В принципе... У нас даже вполне себе сильный отряд и персонаж, я бы сказал. И также мы спасли аристократов. Так что мы можем возвращаться в свою поганую пустыню и... Уже искать счастье там. Не, на самом деле пустыня тоже имеет место быть. Хотя я соскучился уже по такой зеленой локации. Красивой, с травкой, с деревьями. О божечки. Статуи, смотри, какие красивые. В общем, загляденье. Ну ладно. Что ж, на этом, пожалуй, будем заканчивать. Обязательно пишите комментарии, как вам вообще игра. И да, ставьте лайки, подписывайтесь. И да, пока-пока. И до скорого. Берегите себя и своих близких.